Козырь номер восемнадцать. Конспирология или теория заговора. В общем, один из видов мракобесия. Вообще, теории заговора ранее были ограничены такой, знаешь, чисто маргинальной аудиторией. Но уже к середине двадцатого века они получили очень широкое распространение в средствах массовой информации, став к концу века уже таким ярко выраженным культурным феноменом. Они широко распространены по всему миру, могут иметь большую популярность, а в отдельных странах или культурах некоторые теории заговора могут даже разделяться большинством. Сам термин конспирология впервые появился в двадцатых годах двадцатого века в экономической литературе, а современное значение приобрел к концу шестидесятых годов прошлого века. Что это такое? Иллюминаты, масоны, новый мировой порядок, большой брат, глубинное государство, бильдербергский клуб, чипирование, высадка американцев на луну, двойники, теория плоской земли, еврейская угроза, ведьмовские чары, коварство иезуитов, сговор мировой фармы, рептилоиды, убийство Кеннеди. Эти и многочисленные другие идеи бредовые находят отклик у огромного количества людей, которые продолжают опасаться собственного правительства или, не знаю, верить в то, что в зоне 51 действительно прячут пришельцев. Собственно, как я уже упомянул, активно расползаться вся эта мракобесная история стала в начале двадцатого века. Тогда недоверие и подозрительность стали особенно актуальны, не в последнюю очередь благодаря мировым воинам. То есть, всюду мерещились какие-то нацистские шпионы, агенты вражеских стран и какие-то государственные секреты. Вот это все плодилось. И первый громкий кейс – это, конечно же, протоколы сионских мудрецов. Это подложный документ, созданный с антисемитскими целями, в котором якобы излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира. Он впервые был опубликован на русском языке в России в 1903 году. Все это потом переросло в слухи о некоем тайном мировом правительстве. Официально, понятное дело, все шло, до сих пор идет на уровне, знаешь, таких газетных уток, потому что никто из действующих глав государств не подтверждает как сам факт существования мирового тайного правительства, так и, упаси боже, подчиненности такому правительству. В общем, человек нового двадцатого века во многом стал таким, знаешь, расслабленным. Таким человеком, который не любит сложных мыслей. По этой причине его стихи становятся в искусстве, не знаю, там, телесериал в политике популизм. В понимании мира вот как раз такая конспирология. С одной стороны, все они дают варианты простых ответов на сложные вопросы, а с другой мир в результате становится как бы явно более понятным. А у человека есть явная тяга видеть мир понятным, правильно? А не непонятным. То есть, он скорее будет даже видеть мир неправильным, но понятным для него конкретно. Вот такая муть. То есть, конспирология является, знаешь, таким генератором порождения неправильных представлений, достаточно системных и одновременно отражающих болевые точки массового сознания. По этой причине распространение таких новостей и теорий в сильной степени вызывает доверие к ним у очень большого количества людей. А уже вошедшие представления, да, их не так легко опровергать, поскольку это требует больше усилий, чем тратится на их исходное распространение. В общем, это такое, как бы сравнить, блуждание в потемках с фонариком. И вот, что высветил фонарик в темном пространстве, да, самое первое, то и является объяснением, не знаю, какого-то подозрительного шороха, который вот был услышан несколько секунд назад. То есть, сложный мир всегда будет непонятным для массового сознания. И это создает благоприятную почву для распространения конспирологических версий, объясняющих действительность по-своему. И вот такие теории заговоров, что очень важно, они процветают в периоды неуверенности и угрозы, таких, знаешь, потемков, где много мути и вообще, как мы говорим, черти чего творится. И человек начинает во всем этом хаосе искать смысл какой-то. И конкретно опора конспиролога – это его личные ощущения, стереотипы и когнитивные искажения. В общем, конспирология вносит смуту, путает, мешает, сбивает с намеченного пути, уводит на неправильные какие-то пути, дорожки, да. Конспирология пугает, дезориентирует, иногда приводит к серьезным трагическим событиям. Получается, что конспирология – это антоним таким понятием, как образованность, критическое мышление и просвещение. В общем, муть мутная. Позор 18. В общем, вот такая луна.